Всем привет! Итак, что же новенького на Доме-2 и за периметром? Полянские дружной толпой улетели на неделю на Сейшелы отмечать свадьбу Шабарина и Райсон. Олю и Диму Дмитренко не взяли. Своего щенка, которому даже не дали ещё имя, Марина Африкантова оставила заводчиком. Это французский бульдог, стоимостью, как пишут в комментариях, около 50 тысяч рублей. За время отсутствия ребят щенку как раз делают все прививки. Василису Дмитренко наконец-то накормили кашей и стали приучать кушать ложкой. Долой бутылочки для младенцев. Правда, кашу сварили густую, неаппетитную. Её так много в тарелке, что хватит накормить взрослого голодного человека. Всё это похоже на постановку. Видимо, ребят сильно достали критические замечания зрителей на тему воспитания детей. А вот так изменилась Настя Болинская всего-то за 4 года. Настя считает, что хирург, который делал ринопластику, изуродовал её. Юля Ефременкова благодарит своих подписчиков за верность. Их у девушки уже 900 тысяч человек. Молодец, Ефременкова и карьеру сделала, и Инстаграм раскрутила. И мужчина рядом, достойный красавец. Характер у меня сложный, пишет Юля, язык у меня острый. Но именно это оставляет рядом сильных, крепких и верных людей. Ебаров и Настя Голд теперь пара. Илья добивался девушку целых два с половиной месяца. Это было очень эффектное предложение стать парой. Илья остановился посреди дороги, якобы настроить навигатор, включил аварийный сигнал, затем открыл дверь со стороны Насти и ошарашил девушку красивыми словами. Ещё и колечко подарил. Ах, какой галантный кавалер достался Анастасии. Я рад, что у нас всё получилось, пишет Ебаров, и мы теперь вместе. В жизни нет невыполнимых задач. Настя Иванова опровергает слухи о романе с Макеевым. Они хорошие друзья и ничего больше. Роман же по уши влюблён в Савкину. Макеев уже на поляне, и он продолжает ухаживать за Алёной. Вот приготовил для девушки такой приятный сюрприз. Хорошо, что вернули, теперь есть кому менять памперсы Ильичью. Ведь Татьяна Владимировна опять уехала во Владивосток. А вчера в сети появилось видео из ночного клуба, которое сняла один из участников проекта. И из этого ролика становится понятным, что Макеев и Савкина снова сошлись. Они весело отдыхают в ночном клубе, целуются, обнимаются. Вот опять обсуждают в сети фотографию 21-летней Розалии Райсон. Пишут, я в свои 35, и то выгляжу моложе. Какие там 21, все 42. А теперь новости с конкурса «Человек года» 2019. Федя Стрелков выиграл у Захара Саленко. Стецевья табошла белую. Пингвинова выиграла у Сороки, а Купин у Щегловой. Теперь зрители уверены, что приз соберет Алексей Купин. Марго Овсяниковой подарили машинку за 8 миллионов рублей. Девушка даже забыла о недавних неприятностях. Ее в ночном клубе отдубасила какая-то женщина из-за ревности. А вообще Марго молодец, она часто выступает на открытых площадках, на фестивалях, корпоративах. Недавно записала новую песню с такими вот словами. «Да обижать его не смей, он парень голубых кровей». А теперь новые сплетни про Женю Феофилактову. Недавно девушка отметила 34-летие в Арабских Эмиратах, куда она летала вместе с сыном. Там таинственный кавалер осыпал девушку цветами, подарил три тортика и колечко за 105 тысяч рублей. И фанаты не дремлют, они уже вычислили щедрого Жениного арабского друга. По слухам, он богат. И пригласить девушку, которая ему понравилась на три дня в гости, это ему ничего не стоит. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok